на ребят привет всем хочу такое видео сделать для пройти машинки у меня принципе на канале уже есть конкретно о модели ну просто еще пару позитивных вещей рассказать пару вещей может быть негативных ну в общем это сайн xb 2006 года обе машины красная получается с пробегом 144 тысячи миль белая почти 40 четырьмя тысячами то есть у них 100000 разница этот же самый год и вот это как сказал белосеребристая серебристым и взяли как замену вот этой недавно абсолютно как бы увидел ее проверил достоверность пробега и поехал поехал и купил ее она обе машины salvage title у красная был ударен задник левый quarter и там поменена только задняя дверь остальное все оригинальное а у этой машины был ударен вот этот край правый передний поменена фара и бампер остальное все оригинальное ну решетка может быть поменим не знаю остальное все оригинальное то есть как бы обе машины с незначительными травмами на серебристая с меньшей травмой то есть машина ребята вот 12 лет мы больше чем 12 лет прожили здесь я хочу сказать и у меня за эти года было очень много разных машин американских немецких японских эта машина ребята конкретно вот эта красная мы и долго пользуемся уже то ребят просто но ей нету как бы равных это я считаю что это лучшая машина из того что мы имели в нашей жизни по почему почему я так считаю первая машина экономичная полтора литровый двигатель у нее и при этом достаточно приемистая то есть на фривей не проблема на ней как бы двигаться в общем потоке обгонять передвигаться перестраиваться юркая и при этом у нее просто огромный салон в который можно при желании положить даже американский холодильник стандартного размера без проблем у нее низкий пол и сзади очень большая дверь заднюю то есть высокая посадка что очень удобно удобно садиться выходить это из позитивных вещей надежный двигатель как я уже сказал у нее ремня нет у нее стоит нарядная цепь грм у этого 2 то есть вот конкретно красная красная за больше 70 тысяч мы на ней отъездили уже будучи хозяевами мы взяли примерно 77 было сейчас 144 минут около 70 мы проехали на ней за это время что было сделано не мы поменяли на ней водяную помпу ремень естественно привода водяной помпы что еще ну там по мелочи по ходовой впереди там эти на реактивных тягах концы вот эти реактивных тяг поменяли резинки рассохлись потом мелочь что там что-то учатся на эту машину заказал что 8 долларов что-то ну текучка там колодки передние задние были поменяли резина менялась ну то стол новый залил когда поменял помпу а и у нее еще была проблема с за с канистрами сзади стоит это система испарения да там и у нее на ней встроен насос насос вышел из строя то есть поменена была канистра на на заводскую она включает тот насос в районе бака который стоит вот это было сделано в принципе и все то есть других вопросов за 70 тысяч ну как бы нет не происходило и не произошло все работает абсолютно подъемники радио зеркала все работает абсолютно кондиционер все работает из негативов как бы по конструкции конструктивный негатив это но это опять исходя из его фор из ее формы это лобовое стекло то есть из-за того что лобовое стекло огромное и она практически вертикальная да почти вертикальная то вам и его меняли по-моему два раза я его поменял если это вообще не четвертое стекло уже стоит на ней то есть она успешно ловит камешки и потом стекло трескается плюс в том что стекла не очень дорогие 150 долларов то есть это не проблема стать течение полутора-двух часов как бы это это небольшая проблема для того чтобы уменьшить вероятность разбития стекол я всегда стали вот этот бак дефлектор эти на эту машину я уже поставил к сожалению на тот момент когда я мы купили ее по прошествии нескольких лет эксплуатации их не было вот этих бак дефлекторов просто на эту модель не было их не делали вот сейчас они уже есть как минимум двух моделей нашего мамарок нашел это и вес и еще еще другой фирмы есть тоже но вот я остановился на вот этой вес потому что он более широкий видите заходит аж чуть ли не на крылья то есть вот эта вещь она реально спасает такие машины как бы уменьшает вероятность разбития стекол потому что камешки как бы чаще всего перелетает через крышу ну вот как то так ребят красная машина она в продаже сейчас она стоит как я уже сказал не 144 пробег у нее только поменено масло проревизировал я колодки передние и задние все принципе отлично отличная резина на 100 тысячах у этой машины было было заменено полностью заменено масло в коробке передач то есть выкачка из стопроцентная замена была не просто с поддона полностью замены фильтра и с полной по с полной выкачкой так ну и масло всегда заливается токов полностью синтетическая то есть вот это вот таким образом спрашиваем а цена да по asking price по-английски до 3300 3500 мы находимся сакраменто эре если кого интересует пожалуйста звоните договоримся новоприбывшим будет скидка большая то есть я продам дешевле вот так вот классная машина суперовская очень рекомендую востребована у наших сильно на рынке их немного на продаже если есть большими пробегами что также не очень страшно потому что в реале эти двигателя проходят до 300 тысяч более без капремонта но статистики но еще что еще востребованы не у ребят которые занимаются развозкой посылок потому что опять же по по причине огромного салона куда можно положить очень много всего и по причине экономичности все всех благодарю за просмотр